Не придет какой-то другой, вот такой, знаете, конкурент, который там будет, я не знаю, руководители Arizona Rolliplow ответили на вопрос о расширении количества слотов на серверах. Разработчики Аризоны, ждущие, пока упадет онлайн, чтобы заняться увеличением количества слотов. Может быть, то есть установлены тысячи слотов с самим калькором и непонятно, будет ли этот объем слотов когда-то в будущем увеличен. Потому что заходить, играть, развиваться, веселиться и делать все прочие вещи на Arizona RP. Потому что тогда, в общем-то, будет, ну, я вам все объяснять, что ли, должен. Вот вы уже сколько там подписаны на мой канал? Полгода? Год, может быть, два года, да? Заходите на Arizona Rolliplow и Phoenix. Я там играю, если что. Если вы мало ли не знали, вы можете зайти, может быть, встретить меня, может быть, там еще прочие вещи сделать. Там есть мой никнейм Данда Коннор, там есть мой промокод хэштег NoToxic54. Там много всего есть, поэтому просто... Привет! Я тебе просто хотел сказать, чтобы ты подписался на канал, и на мой телеграм-канал, и на канал Семен, и поставил лайк под данный видеоролик, и сделал прочие вещи, понимаешь ли, в чем дело. Все, чтобы больше ничего такого серьезного не отвлекало, не смущало нас в данном видеоролике. Давайте я сразу перейду к сути данного видеоролика, но перед этим хотелось бы кое-что прояснить, уяснить и так далее. У Arizona RP сейчас главенствующее положение в... вообще абсолютно среди всех GTA-самповских серверов. То есть, по сути, они могут не закупать рекламу, если больше сервера не будут открываться у каких-то конкурентов и так далее. И я не говорю про то, что если там СампРП откроет сервак, то вот все перейдут сразу на него. Нет, то есть, по сути, Arizona RP может перестать вливать деньги, пока не придет какой-то другой, вот такой, знаете, конкурент, который там будет, я не знаю, компьютер или плей, лайт РП. Вот, то есть, пока вот такой, знаете ли, проект не придет, на котором все будет революционное, крутое и замечательное, до тех пор мы, в общем-то, сидим, отдыхаем, ждем и делаем все прочие вещи на Arizona RP, на который онлайн 15 или там сколько, или 14 тысяч, когда на всех остальных проектах, там, знаете, по полторы тысячи, по тысячи, там, по пятьсот, по жену, в общем, вы сами, я думаю, все это понимаете. А вот Arizona RP, она, в общем-то, вот все это делает. Так вот, к чему же все это я веду на протяжении всего вот этого рассказа в начале? Руководители Arizona Rollyplow ответили на вопрос о расширении количества слотов на серверах. Напомним, их обещали увеличить в два раза в начале 2021 года. К сожалению, эту идею пока что отложили из-за сложности реализации. Разработчики решили сосредоточиться на обновлениях и мобильном клиенте. И тут дальше приводятся цитаты, то ли из Камейсона, то ли еще кого-то. Давайте прочитаем. Некоторым нашим серверам, например, 0.2 или 0.9, действительно не помешало бы иметь более тысячи слотов. Но реализация этой идеи очень сложная и трудоемкая. Мы решили пока отложить ее и сосредоточиться на обновлениях и разработке нашей мобильной версии Arizona RP. И тут внизу, знаете, такой мем. Там СК Мэйсон гуляет, сидит на лавочке, делает все прочие дела. Вот, и подпись такая, типа, знаете, разработчики Аризоны, ждущая, пока упадет онлайн, чтобы заняться увеличением количества слотов. На самом деле, это действительно так, потому что, когда вот онлайн большой-большой-большой-большой, и, казалось бы, что он растет, там, ну, игроки идут-идут-идут, нужно либо открывать новые сервера, чтобы аудитория могла заходить, играть, и какие-то вот, знаете, новые люди, которые только начали игру, чтобы они могли начать все с чистого листа на новых вот этих вот всех серверах. Либо же увеличивать количество слотов. Но так как это GTA Samp, так как тут есть ограничения, то, разумеется, имеется в виду только тысяча слотов, которые вот может быть. То есть, установлены тысяча слотов с самим Калькором, и непонятно, будет ли этот объем слотов когда-то в будущем увеличен. Потому что, ну, откуда мы знаем, чего Калькор на уме дал? Он сегодня то, послезавтра это, еще там через 2 дня он уже вот то, еще там через 85 дней он уже говорит, что вот так все на самом деле будет, и никто ничего не понимает. Однако, при помощи лаунчера Arizona RP, как лично я все это понимаю, можно будет в теории увеличить количество слотов, чтобы люди могли заходить, играть, развиваться, веселиться, и делать все прочие вещи на Arizona RP. Возможно, а может быть, кстати, и нет. Поэтому, ну, я даже вот не знаю, что тут можно предложить, предположить, и вообще сказать. Разумеется, было бы неплохо, если бы на каком-то условном сервере, там, Phoenix было полторы тысячи слотов, или, допустим, две тысячи слотов, или вроде того, потому что тогда, в общем-то, будет, ну, ну, и чё, я вам все объяснять, что ли, должен? Вот вы уже сколько там вот подписаны на мой канал? Полгода? Год, может быть, два года, да? Чё, я вам все буду объяснять, там, то, сё, не то, не сё, зачем? Для чего? Я не понимаю, просто подпишитесь на мой канал, расскажите там друзьям об этом вот всем видеоролике. Заходите на Arizona Rullyplay Phoenix, я там играю, если что, если вы мало ли не знали, вы можете зайти, может быть, встретить меня, может быть, там, ещё прочие вещи сделать, там есть мой никнейм, Данте Коннор, там есть мой промокод, хэштег, ноутоксик54, там много всего есть, поэтому просто заходите, и вот не делайте того, чего вы не хотите делать, да? То есть, там, заходить на какие-то другие проекты, на другие сервера, вот, заниматься какой-то вот этой вот всей мишурой, может быть, да? То есть, вам же всё это не надо, и это не надо никому, я вам больше скажу, потому что всем нужно, чтобы вы играли на Arizona RP. Однако же, не стоит думать, что я поддерживаю монополию, потому что, если, вот, предположим, вот так вот можем смоделировать ситуацию, если Arizona RP остаётся монополистом на рынке GTA, самбовских проектов, серверов и так далее, если всё, там, Diamond RP закрывается, сам PRP уходит, какие ещё есть проекты Trinity RP, там говорить нечего, там, пусть вот эти вот там 400-500 человек, сколько на вот этом вот всём проекте играют, пусть они там дальше продолжают всё это делать, я, как бы, вообще в их все вот эти вот дела не лезу, то есть, кому-то там нравится тратиться командами, я их, как бы, в этом останавливать, переубеждать, делать все прочие вещи, я смысла никакого не вижу, поэтому сами должны понимать. Друзья мои дорогие, вы являетесь, знаете ли, вершителями своих судеб, поэтому, куда вы зайдёте, что вы сделаете, что вы скажете, какой промокод вы введёте, какой никнейм будет также введён, всё случится. И вот в случае, если Arizona RP остаётся одним проектом, в GTA-самповской сфере, в GTA-самповской индустрии, если всё это происходит именно так, то мы ничего хорошего от всего этого не получаем, как раз-таки наоборот, Arizona RP перестаёт закупать рекламу и постепенно скатывается в болото без обновлений, без ютуберов, без всех прочих людей, но на этом фоне, возможно, вырастет какой-то конкурент. Будем надеяться, что вот эти вот все сервера, которые сейчас есть, которые сейчас работают, которые сейчас функционируют, будем надеяться, что они не закроются, и всё с ними будет хорошо, нормально, и они, в общем-то, будут все в достатке и в прочих вещах сосуществовать со всеми вот этими вот вещами, которые, в общем-то, вам там и нужны. Поэтому Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там со всем этим познакомиться, возможно, там с какими-то ещё людьми, прочими, может быть, девочками, да, там, вы сами понимаете, можно познакомиться, я не знаю. Но я знаю одно, то, что ссылка на мой телеграм-канал также находится в описании данного видеоролика, вы туда тоже можете зайти, и эту самую ссылку на мой телеграм-канал, её, в общем-то, вы там тоже можете взять. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что всё это произойдёт в 20.00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше, что маловероятно. Субтитры подогнал «Симон»!